Короче говоря, я в девяностых. Да-да, я жил в одной семье, и меня оставили одного. Мне скучно было играть. Телефоном, что ли, и змейку играть? Машинкой играть? Или книжку читать? Но мне всё равно скучно было. У меня только одно решение было — и поиграть в приставку. Я играл, играл. Не начал. Играю теперь. Играю, играю, проиграю. Но всё равно же мне. Я побью рекорд даже на маленьком. Так. Ай, упс. Это тоже мне не понравилось. Я ж всё равно думал, что же мне делать? И вот мне пришлось читать книжку. Это тоже мне понравилось. Ну, я... У меня... Куп... У меня же были всё равно же деньги, чтобы купить, чтобы купить энергетик, чтобы побить моим другом. Ну, нет, я вспомнил, что у меня Батя оставил под домашним арестом. У меня только осталось одно решение. У меня только осталось одно решение. Но ещё одно решение. Это почитать книжку «Малый атлас мира», которую мне подарила бабушка. «Малый атлас мира». Вот это да. Вот это карта мира. Посмотрите. Это всё равно будет обзор про Советский Союз. И про 90-х. Это будет, короче говоря, в 80-х и 90-х. Будет так. Как же ещё? В 1929-1989, и Горбачев случился, чтобы распался в Советский Союз. Я посмотрел все места здесь, здесь, здесь. Вообще, было интересно. И мне захотелось идти в Турцию. Но это я только пойду через один год. Пойду расстраиваться. Как страна, которая будет близко, к которой я пойду, это Гренландия. Я же родился в СССР, но я сейчас пойду во Гренландию. Автономный район Королевства Дании. Ну, всё-таки изучаю физическую карту мира. Европейская часть. Вот это, да, интересно вообще. Вот, я хочу искать тут Украину, но не нашёл. Вот нашёл Украинский СССР. Я там и родился, но я приехал в Россию. Так что ж, всем привет, хлопцы. Как дела? Всё-таки вам желаю хорошего посмотра. Чао! Так, видится. Я живу всё-таки в Киеве. Ну, потом перееду. Это путешествие, которое я сказал. Это я поеду в Чернобыль. Прекрасный автономный. Донбасс. Мариуполь-то где-то? Да посмотрю, Николаев. Нету, блин. Одесса тогда интересна. Ну, я решил посмотреть другую карту. Вот. Армения. Армения, Грузия. И Азербайджан. Но моя настоящая страна, это всё равно Армения. Но это не настоящая. Это идея ролика моего. Это фейк. И моя это фантастия. Тю-тю. Ну, Абхазия. Я как Волф Мессинг, я попросил его, что будет в будущем. Или Ванга-Бабуля была. Я их спросил, что в будущем они сделают войну. И это посмотрим. Это правда, что ли? Но того, значит, не стоит. Ну, Гривнича. Казахи. Китай. Уйгуры здесь живут, наверное. Таджики. Вот как Западная Европа. Я потом посещу в Югославию. Потом буду учить сербо-хорватский и украинский. Так что всем чао. Привет. Пока, хлопцы. Удачного вам. И ничего. Забыл. Бобруйск. Означает, что дам живот. Бобер с Камазом. Но все-таки у меня есть одно решение, как сбежать. Я посманил Полит. Я сначала выключил свой телефончик Нокия по имени. Этот кирпич нашего детства. О, разобьет нашу ногу. Ай! Ну, сейчас позвоню. Алло, да. Подождите, я на минуту отойду. Алло, полиция. Меня в доме оставила папа. Он оставил дома, чтобы бабаки меня прикусили. И убийцам не убил. Вор. Я так думаю. Вор мне семьи не сказал. Да, хорошо, мы в связи. Открывай дверь. Я люблю. Вот, вот. Так стоять всем, бабайка. Все, а теперь я потрачу на его, на энергетик, чтобы я попил после урока. Посчитайте, сколько у меня тут есть. Я все равно самая богатая семья. Да, я все-таки армянин. У меня много бабала, чтобы потратить на все. Так сколько у меня копеек, чтобы хватало? Десять, двадцать, пять, тридцать пять, тридцать два, сорок два. Пятьдесят два драма. Как раз-то стоило, как раз-то стоило, как раз-то стоило, как раз-то стоило 53, но у меня не хватает одного. Так что я решил. Пятьдесят мой драм и десять драм. Получается шестьдесят два. Покупаем. Меня бабка убил, у меня кровь с нас сойдет. Так что я никуда его не потрачу, а просто поиграюсь. Орел и Рэшка. Птичка остается на пупе отца. Отец вымер со страха. Все. Монетки-то никуда не потрачу. Все. Вот и решил прочитать сказку про птицу Оганеса Туманяна. Но все равно ничего не хотелось. И посчитал сконку у меня драмы. Сто пятьдесят, шестьдесят пятьдесят, тысяча шестьдесят пятьдесят. Раз, два, вообще-вообще много банкнотов, которые я мечтал. Мечтать не вредно. Вот бюрокан. Вот все мои старые-старые банкнотики-денежки. Ну все, мне уже ничего не закателось. Я решил, чтоб я игрался с моим снеговиком. У нас же рядом скоро Новый год. Я завтра, когда мне купят снеговик, представляете, я просниму музыку про Новый год. Я серьезно. Так что ждите до завтра. Вот моим снеговиком игрался, игрался. Но Лютый Копаточ меня убил. И вот мне вообще ничего интересного не было. Я монеты положил на мой ящик. Ящик. Все отложил до туда. Но я все равно не хотел, поэтому играл с машинкой. До Камчатки, до Питера. Но все равно неинтересно. Но я решил смотреть футбол по телевизору. Включаю я свой телек. У нас уже как современный телевизор будущего. Выключаем наш телевизор. И не включился чех. Вот теперь точно-то включится. Сейчас. Мы пора. Я поставлю хоккей или футбол, если мне будет интересно. Или даже свою родную музыку. Или мультик все-таки. Ну, мне... Все. Я решил, посмотрю хоккей, футбол. Если будет. Летенис. Вот лыжи. Я серьезно. У нас уже настоящие разноцветные экраны. Вот. Вот уже разноцветные экраны у нас есть. Вот это, да, матч-страна. Интересная же. Хорошо, хорошо. Эх, эх. Чтобы ее посмотреть, мне интересно уже. Ну все. Ну все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь. Я гордость вам зову. Уходите отсюда. Все. До свидания.